Вопросов много, кто-то даже список специальный подготовил. Первая тема в таком списке о жителе поселка Сява – состояние школы. Она была построена в 1974 году и требует ремонта. У нас даже банки краски нет сделать декоративный ремонт. Мы уже несколько лет не делали в школе декоративного ремонта. Это первое. Но все проблемы декоративным ремонтом не решить, отмечает губернатор. Для таких случаев в регионе подготовили специальную программу. Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей до 2022 года планируется выделить только на комплексный ремонт 26 школ. Одна из них как раз в Сяве. Сейчас вот в этой программе, о которой я рассказывал, стоит ваша школа, 21 год, 113 миллионов рублей. Еще одна проблемная тема в поселке – здравоохранение. Губернатор отмечает, главная причина – нехватка врачей. Помочь исправить ситуацию должна новая региональная программа. Специалистам предлагают жилищную субсидию в миллион рублей. Наиболее перспективным было бы вернуть кадры на малую родину. Надо по каким-то знакомым, родственникам. У кого-то дочь уехала, у кого-то сын, другие населенные пункты. Прям бросить клич, что у нас такие-то условия, у нас предлагается миллион. Приезжайте, работайте. Еще одна важная тема – ремонт и строительство очистных сооружений в округе. Вопрос от жителей поселка Вахтан. Сейчас многие проблемы ставятся по экологии. У нас в поселке нет очистных сооружений. Просьба, есть ли какая-то областная программа, в которую мы могли бы войти, чтобы начать строить очистные сооружения. На помощь приходит национальный проект «Экология». В рамках входящего в его состав федерального проекта оздоровления Волги в поселке планируется строительство новых очистных. В следующем году будем уже выходить на СМР, на стройку, на очистные сооружения. Вахтание будет сделано. Одни из самых частых вопросов – состояние дорог. Губернатор отмечает, что в ближайшие два года в рамках национального проекта запланировано выделение около 250 миллионов рублей на ремонт региональных и межмуниципальных дорог на территории округа. Кроме этого, нацпроект предусматривает ремонт почти 40 километров Кировской трассы. Субсидии регион будет выделять и на ремонт дорог муниципальных. Анастасия Рябова, Владимир Гайдай, Александр Фомин. Время новостей.